Первые резиденты ТОР Кангаласы готовы к официальному открытию. Совсем скоро на территории опережающего развития начнется постоянное производство. Вся необходимая инфраструктура уже подведена. Компаниям осталось завершить оформление документов. Сегодня работа уже идет полным ходом. Кто стал первопроходцем ТОРа, расскажет Саргалана Захарова. Первые резиденты ТОРа уже готовы к официальному открытию. Одно из предприятий компании Беге производит все виды красок. Это и фасадные, и огнеупорные, и колеры самых разных цветов. На производстве, которое в день выпускают 4, а то и 5 тонн краски, работает всего 5 человек. Операторы производства, разливочные линии, водитель, технолог и лаборант. Самое интересное происходит в лаборатории, где краска, прежде чем попасть на прилавки магазинов, проходит 10 этапов проверки. После каждого производства сразу же проверяется на вязкость и на смываемость. После остальных на завтрашний день уже. Людмила Попова устроилась в компанию сразу после окончания университета. Чтобы быть поближе к работе, переехала в микрорайон Кангаласы. Отметим, что одной из причин основания ТОРа именно в этой части города была цель возродить исчезающий поселок и обеспечить местное население рабочими местами. В компании Беге из пяти работников трое – жители Кангаласа. А на другом предприятии компании Липснелли работает уже порядка 20 человек – жители микрорайона. Компания занимается производством котлов длительного горения. Шесть видов котлов мы производим. Это 20-киловаттные, 20-киловаттные и 40-киловаттные. И они расходятся еще универсальными и обычными. То есть обычный котел только на дровах и на опилочных отходах. А универсальный у нас опилочные отходы, дрова и брикеты. Помимо Липснелли и Беге на территории индустриального парка в скором времени должны развернуть свое производство еще четыре компании. На территории общей площади в 13 гектара уже размечены 11 участков. Определены компании, которые будут заниматься здесь предпринимательской деятельностью. Шесть из них в скором времени уже проведут официальные открытия и наладят постоянное производство. Каждому участку уже подведена вся необходимая инфраструктура. Это газоснабжение, электроснабжение. Сейчас ведутся работы по подведению воды. Строится система водоснабжения и пожаротушения с развернутой пожарной юмкости. Первые плоды тора кангалазы в прямом и переносном смысле этого слова горожане могли оценить еще в прошлом году. Знаменитые сырдахские помидоры завоевали признание жителей. Сейчас в день степлиц получают порядка 70 килограммов помидоров. Основную часть урожая направляют в социальное учреждение Якутска. Церголана Захарова, Георгий Григорьев, НОК САХА, Якутск.